Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке геометрии. Сегодня тема нашего урока решение треугольников и прикладных задач. Основная наша цель на сегодняшнем уроке это научиться применять знания по теме решения треугольников для решения задач с практическим содержанием. Сначала давайте проверим вашу готовность к уроку в плане теоретических знаний. Я предлагаю вам здесь несколько утверждений. Вы должны внимательно их прочитать и определить, истинно это утверждение или ложно. Здесь еще три утверждения, которые, ребята, тоже внимательно прочитайте, подумайте и запишите, истинно это утверждение или ложно. А теперь проверьте себя, как вы ответили на вопросы по истинности или ложности утверждений. Я надеюсь, что вы все справились с данным заданием. А теперь переходим непосредственно к решению задач. Я предлагаю вам, ребята, совершить небольшую виртуальную экскурсию в город Нур-Султан, столицу нашей Родины. Представьте себе, что мы путешествуем по городу Нур-Султан на автобусе. И вот наш экскурсовод останавливает автобус на одном из перекрестков и объявляет туристам, то есть нам. Мы сейчас находимся в точке, которая расположена на одинаковом расстоянии от монумента Байтирек, от торгово-развлекательного центра Хан-Шатыр и от отеля, где вы проживаете. Расстояние между Байтиреком и Хан-Шатыром примерно 2 километра, а ваш отель находится на одинаковом удалении от этих объектов, примерно в 3 километрах. Дальше по плану у нас пешие прогулки. Вы самостоятельно выбираете направление маршрута и наслаждаетесь прекрасными видами нашей столицы. Какое же расстояние должны преодолеть туристы, чтобы добраться до одного из данных объектов? Ребята, вам нужно подумать сейчас, составить математическую модель данной задачи и попробовать сделать рисунок к этой задаче. Желаю успеха! Итак, я надеюсь, что вы все правильно определили, что точка, которая находится на одинаковом расстоянии от всех указанных объектов, это центр окружности, описанной около данного треугольника. Следовательно, нам нужно найти радиус этой окружности. Сначала найдем площадь треугольника по формуле Герона и затем вычислим радиус описанной окружности по формуле площади данного треугольника через радиус описанной окружности. И если вы правильно выполнили все вычисления, то у вас примерно получится 1,6 километра. Итак, следующая задача. Я предлагаю вам поподробнее рассмотреть монумент Байтирек, который является символом нашей столицы. Итак, задача номер два. Турист рассматривает монумент Байтирек в городе Нур-Султан, забравшись на трибуну, которая установлена в 30 метрах от монумента. При этом высота трибуны составляет также 30 метров. Сможет ли он определить расстояние от своего местоположения до вершины монумента? Высоту монумента Байтирек без верхнего шара принимаем равной 100 метров. Я надеюсь, что у вас получился примерно такой рисунок. На этом рисунке сторона АД – это высота монумента Байтирек, точка С – это положение наблюдателя, СД – это расстояние, которое надо найти. Итак, внимательно изучаем рисунок и составляем план решения данной задачи. Я думаю, что вы в первую очередь обратили внимание на треугольник АВС. Мы видим, что он прямоугольный и равнобедренный. Следовательно, угол А равен 45 градусов. В этом треугольнике по теореме Пифагора можно найти сторону АС – гипотенузу. Она будет равна 30 корень из 2. А теперь обращаем внимание на треугольник АСД. В этом треугольнике нам известна сторона АД, известна сторона АС и угол между ними 45 градусов. Теперь по теореме косинусов мы можем найти длину стороны СД. Квадрат стороны СД равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла А. Подставляем данные величины, выполняем вычисление, и отрезок СД у нас получается равным корень квадратный из 5800. И если вычислить примерное значение данного корня, получается 76 метров. Ребята, я надеюсь, что сегодняшние задачи были для вас интересны и познавательны. Желаю вам успеха в дальнейшем изучении геометрии. Продолжение следует...